4 сентября в ходе рабочей поездки Белореченск посетил депутат Государственной Думы, председатель Регионального общественного совета партийного проекта «Детский спорт» по Краснодарскому краю Дмитрий Пирог. Основной темой для обсуждения с местной властью стала реализация направления реконструкция спортивных залов в сельских школах в рамках партийного проекта «Детский спорт» и развития спорта в Белореченском районе в целом. Встреча депутата Государственной Думы, председателя Регионального общественного совета партийного проекта «Детский спорт» Дмитрия Пирога с главой Белореченского района Дмитрием Федоренко, его заместителем по социальным вопросам Полиной Миковой и главами поселений проходила в конференц-зале спортивного комплекса «Химик». Основной вопрос, который был вынесен на повестку дня совещания – реализация проекта «Детский спорт» в Белореченском районе. Во встрече также приняли участие начальник управления образования Мухтар Амаров, начальник управления по физкультуре и спорту Альберт Папазьян, директора спортивных школ. Открыла рабочую встречу заместитель главы Белореченского района по социальным вопросам Полина Микова. Она рассказала, что за последние 7 лет в 15 школах района были отремонтированы спортивные залы, а в настоящий момент ведется строительство двух отдельно стоящих спортивных залов. Также на территории муниципалитета за это время было построено 13 многофункциональных спортивных площадок и установлено 9 уличных тренажерных комплексов. Еще одна важная тема – открытие школьных спортивных клубов. Сегодня они функционируют в 15 школах, где более 1600 ребят имеют возможность заниматься в них каким-либо из 14 видов спорта. Кроме того, Белореченский район поддержал инициативу Министерства образования по внедрению в общеобразовательные учреждения двух новых проектов. В реализацию всероссийского проекта шахматных школ вступили 10 общепрозвательных модернизаций, 5 городских и 5 сельских школ с охватом 420 человек. В секции по шахматам в рамках неручной деятельности проводятся 16 общепрозвательных модернизаций. Охват учащихся данным видом спорта является 906 человек. С 1 сентября 2018 года школы 3.8.18 включены во всероссийский проект сам в школу. 255 учащихся 3, 5 и 6 классов в рамках Федерального государства образовательного стандарта будут заниматься сам по внедрительным образовательным модернизациям за счет правильных вложений. Председатель регионального общественного совета партийного проекта «Детский спорт» Дмитрий Пирог высоко оценил проделанную местной властью работу. Кроме спорта показатели хорошие, даже более чем. Вы умудряетесь, не побываясь этого слова, извлекать еще и средства, и возможности строить отдельно. Это нужно отдать должное самой работе, которая настроена на региональном уровне, и те программы, которые возможно использовать, и вы благополучно их используете. В продолжении рабочей встречи Дмитрий Пирог обсудил с присутствующими реализацию проекта «Дворовый тренер», после чего выслушал вопросы и предложения, касающиеся развития детского спорта в Белореченском районе. У нас есть еще стадион «Локомотив», который в долгие годы стоит и не используется ровность. Он в плачевном состоянии, и хотелось бы, конечно, поддержки, может быть, именно вашей, потому что... Проект есть и у вас уже там. У нас как ремонт, там необходимо сделать капитальные вложения. Мы понимаем, что это будет не один миллион, а десятки миллионов, потому что стоит из города очень давно. Учитывая, что у вас очень много соревнований проходят в межрайонах, в краевых, поэтому, наверное, вы уместно, конечно, поднимаете этот вопрос. Поэтому отдельно мы еще сядем с нами, поговорим, вы мне покажете, и я тогда ваше пожелание буду уже пытаться реализовывать на федеральном уровне. А, возможно, удастся убедить и перестепенность показать вашу стабильность здесь на региональном уровне. Не удается на местном уровне решить проблему и главе Черниговского сельского поселения Светлане Гордеевой. Дети 34-й школы напрочь лишены заниматься спортивной деятельностью. Уясню почему. Потому что нет ни одного помещения, нет ни одной спортивной площадки, где бы они могли реализовать себя как в спорте. Значит, что они делают, чем они перебиваются? До наступления холодов они занимаются. Мы не оборудованы и спортивные площадки, которые есть на улице. Да, и, значит, когда идет дождь или снег, холодно, они приходят в Том культуры, где мы переоборудовали зал для... Ну, это зал тренажерный, спортивный, как бы, чтобы дети тоже занимались спортом. Это необходимо решать уже на региональном, ну или хотя бы на региональном уровне, включавшись в программу. На территории школы, как правило, во всех школах есть свободное место, территорию, которое можно подплощадку сделать. Хотя бы обустроить на улице. Это небольшие деньги. Это в разы меньше. Это те деньги, которые можно в муниципалитете найти, извиняющиеся в докторе, в начале необходимости. Или хотя бы, по крайней мере, в программу войти. Среди других поднимался и вопрос о сложностях организации поездок воспитанников детско-юношеских спортивных школ на соревнования из-за отсутствия специального транспорта. Как оказалось, эта проблема уже частично решена на муниципальном уровне. Я думаю, что ни одной программы на сегодняшний день нет в крае муниципалитета для того, чтобы сделать такой подарок отдельно для спорта, для доп. образования. Подарка не будет, но его можно привлекать. Да, единственное, что сейчас есть пути и решения, где действительно нам, скажем так, администрации для нужды инвалидов и там еще ряды, да, где мы можем находить и помогать, при решении, что необходимо передать автобусу спорту. В завершении рабочей встречи Дмитрий Пирог побывал на спортивных объектах Белореченского района. Вера Савельева, Сергей Чернецов. События и люди.